Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь, в Казанском университете, печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь, в этом году, мы отмечаем 190 лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в республике, в Казанском университете объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универ ТВ» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. Сегодня мы с вами поговорим о казанских годах жизни Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич приехал в Казань в 1841 году, но оказался он здесь не случайно. Когда-то его прадед был свияжским губернатором, а в 1815 году дед Толстого, Илья Андреевич Толстой, граф, был назначен казанским губернатором. Назначен он был по той причине, по которой часто в России XIX века люди становились чиновниками такого высокого уровня. Он растратил часть своего состояния, и необходимо было служить, чтобы это состояние пополнить. Тем более, что должность губернатора, скажем прямо, давала всегда для этого возможности. Но буквально через некоторое время после этого назначения Илья Андреевич понравился казанцам. В Казани был огромный казанский пожар. Вообще, раньше пожары большие в Казани были практически каждое полстолетия. И Илья Андреевич помогал этот пожар тушить и таким образом заслужил уважение казанцев. Но, правда, ненадолго. Буквально через пять лет после его службы, в начале 20-х годов, появились доносы в Петербург о том, что губернатор тратит деньги с казны, берет взятки, и была назначена сенатская ревизия. Губернатор узнал об этом и скончался. Ревизия еще не доехала до Казани. Впрочем, видимо, какие-то траты действительно были, потому что представители этой сенатской ревизии еще некоторое время в Казани оставались. После того, как Илья Андреевич скончался, его сын Николай Ильич должен был искать место для своей службы. Он был когда-то военным, потом ушел в отставку, и теперь ему нужна была гражданская должность для того, чтобы существовать. Он уехал в Москву. Вскоре он познакомился с одной из самых богатых невест России. Это была Марья Николаевна Волконская. И женился на ней. Она была старше него. Брак, скорее всего, был без какой-то пламенной любви, но оказался очень удачным. Вообще вся эта история была отражена Толстым в романе «Война и мир». И у Толстого была, как у писателя, такая замечательная привычка. Он менял одну букву фамилии. Брал реального человека, брал какую-то реальную историю, естественно, обобщал, типизировал, как это делают всегда писатели, но менял одну букву. И поэтому Волконские превратились в романе «Война и мир» в Болконских. Кстати, среди студентов Казанского университета в то время, когда Толстой там учился, был такой Нек Людов. И герой по фамилии Нех Людов, через букву «Х», был одним из тех персонажей, который появлялся в разных произведениях Толстого и, в конце концов, оказался в его последнем крупном романе «Воскресенье» главным героем. То есть точно такую же историю Толстой провел с еще одной фамилией. И Николай Ильич вместе с женой в качестве приданного получил имение «Ясная поляна». И там родились их дети. Это были старшие братья Льва Николаевича Толстого, Сергей, Николай, Дмитрий, потом Лев, который родился 28 августа по старому стилю 1828 года. И после него родилась сестра Мария. И когда Льву было чуть больше полутора лет, мать скончалась. И таким образом дети остались без матери. Но попечение над детьми, такую материнскую любовь им дарила Йоргольская, любимая тетушка Татьяна Йоргольская, которая в какой-то мере тоже появляется в романе «Война и мир» в образе Сони. Но когда Толстому было 9 лет, в 1837 году его отец уезжает в Тулу по денежным всяким делам. И с ним случается удар на улице, он умирает, дети этого не видели, они очень долго не могли в это поверить, но таким образом они остались полными сиротами. Попечительство над детьми не могло перейти любимой тетушке Йоргольской. Когда-то Николай Ильич сделал ей предложение, но она прекрасно понимала, что это связано прежде всего с заботой о детях. Она поклялась, что о детях она заботиться будет, но от замужества отказалась. Но поскольку у нее теперь нет на детей никаких юридических прав, то и опеку она принять не может. Опека перешла к одной из сестер Николая Ильича, Александре, но и она вскоре скончалась. И вот в 1841 году осталась только одна ближайшая родственница, это Пелагея Ильинична, которая была сестрой Николая Ильича, дочерью казанского губернатора. Она вышла замуж за казанского помещика Юшкова и осталась в Казани. Тетушка с ответственностью, скажем так, отнеслась к опекунству, которое теперь упало на ее плечи. У нее не было собственных детей, и поэтому она заранее даже полюбила этих детей. И она понимала, что это связано с заботой о хозяйственных делах, заботой об имениях, которые потом детям должны достаться. Это действительно было очень сложно. Хозяйственные хлопоты были в данном случае тяжелыми, но она приняла на себя эту ответственность. И вот осенью 1841 года тетушка перевозит младших детей в Казань, старшие два брата уже учились к тому времени в Московском университете и переводится в казанский. В Ясной Поляне были сколочены плоты. На них был помещен домашний скарб. Это было необходимо, потому что дом теперь нужно было снимать в Казани достаточно большой, чтобы могли поместиться все, всей семьей. И вот эти плоты спустились по Океа до Нижнего Новгорода, а там по Волге до Казани. А сами от Тулы до Москвы, от Москвы до Казани ехали в карете, ехали на перекладных и останавливались, ночевали на постоялых дворах, собирали грибы, собирали ягоды, читали, гуляли в лесу. И вообще в XIX веке дорога от Казани до Москвы занимала практически полных восемь суток. Когда приехали в Казань, то поселились в доме Горталова на улице, которая теперь у нас носит название улица Епеева. Дом этот сохранился, и сейчас он реставрирован, и мы можем его увидеть. Дом построен в таком классицистическом, типичном стиле, в каком, собственно, были построены многие казанские здания от того времени. Братья Толстые поместились, скорее всего, в Мезонине. И дом этот находился напротив Острога, о чем тоже вспоминал Толстой. Это была домашняя церковь, то есть ближайшая к дому, где жили помещики, где жили дворяне. Ближайшая церковь, это была церковь, куда они ходили обычно по воскресеньям, ходили на службу. И вот Толстой вспоминал первый случай в Казани, который был таким необычным, который ему запомнился. В этой церкви помещение было поделено на две части, и в одной молились арестованные, а в другой горожане, которые туда приходили. И вот арестованные часто просили передать какую-нибудь записку или какое-то письмо на волю, и всегда отказывались люди. И вот только брат Дмитрий, который был верующим человеком, и казался очень странным, потому что он всегда проявлял милосердие, он заботился о каких-то бедных людях, все время опекал каких-то несчастных, и не танцевал на балах. И побечитель Казанского учебного округа Мусин Пушкин, который был знакомым тетушке, очень хорошим, он даже смеялся над ним и говорил, что даже библейские персонажи танцевали, плясали перед ковчегом, и прозвал его Ноем. И вот только Дмитрий брал эти записки и передавал их на волю. Тогда молодому льву это казалось странным. Позже он поймет мотивы, которые руководили тогда Дмитрием. Но очень скоро, после того, как толстые приехали в Казань, в Казань случился еще один страшный пожар. Это было в конце августа 1842 года. Город выгорел, центральная, по крайней мере, часть, выгорела практически дотла. Об этом писали казанские губернские ведомости. И толстым тогда повезло, они были в имении Панова, имении дядюшки, в имении Юшковых. И тогда даже ночью было светло, как днем. То есть зарево пожара за несколько десятков верст было очень сильным. И головешки от ветра вокруг Казани разлетались и даже загорались в ближайшие деревни. Горели торцовые мостовые. Мостовые в Казани были, большей частью, не каменные, а торцовые. Это значит, что делались такие, вырубались из брови на восьмиугольники, и на определенную глубину они забивали землю. И вот когда горел город, горели это мостовые, и пламя поэтому невозможно было остановить. Когда Толстой вернулся в город, он отметил для себя, он писал Йоргольской о том, что город производит теперь жалкое впечатление. И действительно, горел и Кремль. Удалось отстоять университет. Чуть-чуть загорелась университетская обсерватория, но Лобачевскому, благодаря тому, что он сумел организовать защиту университета вот со всех сторон, удалось университет сохранить. И повезло, что дом Гарталовых, в которых жили толстые, этот дом сохранился. Но, может быть, придется повторить Грибоедова, который сказал о пожаре Москвы, что пожар способствовал ей много к украшению. И действительно, Казань была типичным провинциальным городом. Где-то хорошо застроена, где-то были пустыри, где-то красивые здания, где-то не очень. Теперь, после того, как Казань выгорела, застройка начинается заново. И застраиваются все центральные улицы. Они застраиваются большей частью каменными домами. Закладывается дворянское собрание. Существенно улучшается Кремль. И город превращается в город, ну, почти столичный, по крайней мере, центр. По крайней мере, центр. И еще один момент нужно отметить обязательно. Я думаю, что вы помните пожар Москвы в романе «Война и мир». Пожар, описанный Толстым так, как будто бы он был его свидетелем. Конечно, он не мог видеть этого пожара. Он ведь родился гораздо позже. Он родился на 16 лет позже событий 1812 года. Но откуда он мог знать, как это происходит? А потому что он был свидетелем пожара Казани вот тогда, в 1842 году. Так впечатления юности, они переплавляются, и у писателя все идет в топку творчества. И вот эти вот казанские впечатления разными точками, мелкими деталями они потом обнаруживаются то в «Войне и мире», то в «Воскресенье», то в других произведениях Толстого, о которых я тоже буду вспоминать. Итак, в 1842 году, после этого страшного пожара, Казань начинает отстраиваться заново. Мы очень мало знаем о Толстом вот до того, как он поступил в Казанский университет. Почти не сохранилось никаких свидетельств. Пожалуй, есть только воспоминания самого Толстого, и то записал он их уже в 80-е годы, и далеко не всему мы можем доверять. Потому что сначала в 1870-е годы, а потом в 80-е, в Толстом происходит перелом. Он обращается к Евангелиям, он обращается к религии. Сейчас не место об этом говорить, это совершенно отдельная тема, и, наверное, кто-то из наших лекторов будет об этом рассказывать. Но то, как он вспоминает о своей юности после перелома, конечно, это очень субъективно. В «Исповеди» он рассказывает о том, как он приехал в Казань и как он жил в доме тетушки. И тогда он говорит, что для юноши подросткового возраста, юноши 14-15 лет, очень важна та нравственная среда, в которой он оказался. И как безнравственна эта среда, говорит он там, в юности, как безнравственна была эта среда в моей молодости. Тетушка, вспоминал Толстой в «Исповеди», подарила ему крепостного мальчика. Это было принято в то время, мальчику или девочке дарили крепостного. Девочке девочку, а мальчику мальчика, такого же возраста. И они вырастали друзьями. Это были наперстники, это были помощники, это были самые преданные слуги. Но представьте себе, как тяжело такому ребенку расти рядом с бурчуком и знать, что тебя в любой момент могут отправить обратно в деревню. Но тому Толстому, который жил в Казани в 40-е годы, это странно мне казалось. И он был, в общем, человеком достаточно лояльным к дворянским правилам того времени. Только потом уже они будут казаться ему странными. И в исповеди Толстой говорит, и еще какого счастья хотела для меня тетушка. Она хотела, чтобы я женился обязательно на богатой молодой девушке, чтобы я, когда выросла, чтобы у меня была связь с замужней дамой, потому что ничто так не образует молодого человека, как связь с замужней дамой. И еще она очень хотела, чтобы он стал дипломатом и был адъютантом при государе и сделал такого рода карьеру. Толстому из 80-х годов, когда он смотрит назад, такого рода карьера представляется, конечно, абсурдом. Но в 40-е годы это было модно. И, может быть, вы вспомните страницы поэмы Гоголя «Мертвые души», когда Чичиков приезжает к Манилову, это вторая глава, и Манилов показывает ему своих детей и говорит, а вот этот будет дипломатом. Успехи России на Востоке, конечно же, способствовали мечтам российских дворян, мечтам, что их дети сделают блестящую дипломатическую карьеру. И вот тетушка тоже очень хотела, чтобы ее любимый племянник, а льва она любила более других, сделал блестящую дипломатическую карьеру. Но где можно было этому учиться? А прежде всего этому можно было учиться в Казанском императорском университете. Там был великолепный восточный разряд, очень известный не только в России, но и в Европе. И преподаватели этого восточного разряда славились своими лекциями, своими путешествиями на Восток, коллекциями, которые они привозили, своими книгами, своими учебниками. На восточном разряде было шесть кафедр, где преподавали восточные языки. Здесь была типография, где печатали хрестоматии и учебники на многих восточных языках. Там были самые разные шрифты. И, конечно, тетушка об этом прекрасно знала, тем более, что попечителем Казанского учебного округа был тот самый Мусин Пушкин, с которым она была в очень хороших отношениях внутри высшего светского общества. И этим выбор тетушки, конечно, тоже был обусловлен. Но дети получали домашнее образование, они не ходили в гимназию. И поэтому для Льва были приглашены профессора университета, которые занимались с ним основами татарского, турецкого, арабского языков, потому что их необходимо было в некотором объеме сдать при поступлении в университет. Ну и вот, пожалуй, это все, что мы знаем о Толстом до того, как он стал студентом. Ну и, пожалуй, есть еще один момент. Можно прервать? Я сейчас попробую как-то сделать. А там осталось немного. Да, там осталось. Давайте я скажу тогда последнюю фразу, и сегодня мы на этом, вот эту лекцию сейчас остановим. Да, но у вас получается здесь сейчас 16 минут. 16-18 минут. Угу. Сейчас, секундочку, мы остановили. Сейчас я тогда одну вещь посмотрю. Так. Тогда вот сейчас я вот прямо так вот сяду, как сидела. Значит, мы закончили на том, что она хотела, чтобы он поступил на восточный разряд. Да, я знаю, я не видел. Ага, хорошо. Так, можно? В 1843 году все семейство переехало в другой дом. Это был дом Киселевских. Он тоже сохранился. Он находится на углу сейчас улиц Большая Красная и та улица, которая сейчас называется имени Льва Толстого. Этот дом был практически на окраине города. За ним начиналось Арское поле, потому что там шла дорога на Арск. Это часть Сибирского тракта. И рядом с... За этим домом наискосок находился Родионовский институт благородных девиц, названный так по имени основательницы помещицы Родионовой, которая выделила на него средства. Директрисой этого института была Екатерина Загозкина, жена брата известного исторического писателя Загозкина. И в этом институте Лев Толстой регулярно бывал, потому что туда поступила сестра Толстого Марья Николаевна, на которой тоже пришло время получать образование, только образование женское. Там учили всему тому, что необходимо для дворянской девочки. И танцем, и даже начаткам естествознания, и языкам, и вышиванию. И Екатерина Загозкина была очень образованной женщиной, поэтому общение с ней для Толстого тоже оказалось очень важным. В ее салоне собиралась молодежь, потому что дети были примерно такого же возраста, как Толстой. И там родились, например, идеи благотворительных спектаклей, благотворительных концертов. Там Толстой рассказывал сказки. А потом уже всю жизнь он будет не только писать художественные произведения, но и тоже будет рассказывать сказки. Сохранилась замечательная фотография Толстого, который своим внуком в Ясной Поляне рассказывает известную сказку об огурце. И вот это те дома, те вещи. Нет. Так. Вот предыдущие фразы мы остановимся. Там сколько получилось? Эльшат? Да, да. Я опять сбилась. Давайте с 1943 года. Хорошо. В 1843 году Юшковы и Толстые переехали в другой дом. Это был дом Киселевских. Первый этаж занимали хозяева дома, а бельэтаж и хоры занимали Юшковы и их подопечные. Этот дом находился практически на окраине города. Он и сейчас сохранился. Это угол наших нынешних современных улиц Большая Красная и улица Льва Толстого. Переехали они туда наверное еще и потому, что напротив находился институт благородных девиц. Родионовский институт, названный так по имени помещицы основательницы, которая выделала средства на создание этого института, помещица Родионовой. А директрисой, начальницей этого института была Екатерина Загозкина. Она была замужем за братом известного исторического романиста. Автор таких романов, как Юрий Милославский или Русский в 1612 году и ряда других. И вот Мария Николаевна посещала этот институт благородных девиц. Там она изучала все, что положено знать дворянской девушке. И как вести домашнее хозяйство, и иностранные языки, и даже основы естествознаний, и танцы, и вышивания. И, кстати, именно в этом институте, в салоне Загозкиной Толстой бывал постоянно. Там среди молодежи, а с двумя детьми Загозкиной Толстой был особенно близок, там среди молодежи родилась идея благотворительных спектаклей и концертов, в том числе для помощи тем, кто пострадал после пожара. Там Толстой начал рассказывать сказки, и рассказывал их на протяжении всей своей жизни. Есть известная фотография уже старого Толстого, который своим внукам в Ясной Поляне рассказывает известную сказку об огурце. Так что вот уже в этот дом к Толстому ходили университетские преподаватели для того, чтобы готовить его к поступлению в университет в 1844 году. Ну, а о том, как учился Толстой в университете, мы с вами поговорим уже на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok